Несмотря на сложную ситуацию в мире, которая несомненно затронула и отрасль киноиндустрии, 2020 год оказался все же продуктивным для турецких сериалов. Сегодня я приготовила для вас подборку коротких турецких сериалов 2020 года. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться любимым сериалом. Открывает сегодняшнюю подборку турецкий сериал «Если любовь позовет». Четыре серии. В ролях Эркан Петикая, Шебнем Базаклу, Илайда Чивик и другие. Бахар никогда не видела своего отца, она росла с матерью. Но повзрослев, она узнает, где и чем занимается ее отец. Она направляется в офис, чтобы встретиться с ним. Однако Барлас выставляет ее за дверь. В офисе она случайно знакомится с Муратом, деловым партнером отца. Мурат впечатлен этой энергичной девушкой, и он тоже производит впечатление на Бахар своей солидностью и серьезностью. Мурат и Бахар с первого взгляда влюбляются друг в друга, однако перед ними стоят много препятствий. Во-первых, Мурат женат, у него две дочери и жена, правда с которой они несчастны, живут вместе лишь ради дочерей. А во-вторых, между ними 20 лет разницы, она ему в дочери годится. Готовы ли Мурат и Бахар побороться за свое счастье? Сериал «Богатые и бедные». Восемь серий. В ролях Гюхкан Алкан, Дамлад Джалбай, Бенур Кая, Туна Архан и другие. В Стамбуле в одном районе два разных дома и два разных мира. Сюжет сериала «Богатые и бедные» на примере двух семей раскрывает проблемы разных слоев населения. Двоюродные сестры Берин и Мираль не могли похвастаться прибыльной работой. Всю жизнь они жили в бедности и даже будучи взрослыми, чтобы сэкономить на аренде, продолжали жить вместе. Все стремительно изменилось в их жизнях, когда Мираль стала частью семьи Эрдемли. Эта семья была богатой и могущественной, разные слухи ходили в городе о них, но девушку это не пугало. Она была влюблена в своего мужа и не обращала внимания на злые языки. Поначалу в их семейной жизни была идиллия, но со временем супруг и его семья начали показывать свои настоящие лица. Бедная Мираль из жизнерадостной девушки превратилась в несчастного человека со сломленным духом. В одну из встреч с Берин она рассказала ей все, что с ней происходит в новом доме. Несмотря на свой низкий социальный статус, отсутствие денег и влиятельных друзей, Берин встает на защиту своей бедной кузине и начинает войну с семейством Эрдемли. Сериал «Горничные или служанки» состоит из четырех серий. В ролях Денис Байсал, Алейна Сала, Кирсичкин Аздимир, Аджит Кираджи и другие. Жизнь Элы полностью меняется после похищения внуков Атаханлы, одной из знаменитых семей Стамбула. Выяснение правды приводит ее в район райские особняки, в котором живут богачи. Теперь она горничная в этом роскошном месте. По мере того, как Элла узнает разные богатые жизни, она начинает видеть настоящие лица каждого. Более того, как и у богатых, так и у слуг, работающих в их доме, тоже есть свои секреты. Потому что горничные убирают не только дома, но и грязное белье, которое скрывают их хозяевам. На самом деле все не так, как кажется в богатых особняках. Сериал «И в печали, и в радости» состоит из шести серий. В ролях Эльчин Сангу, Азанда Луна, Ясимин Олен и другие. Главная героиня сериала всегда мечтала о том, чтобы ее свадьба прошла по собственному сценарию. Девушка работает организатором различных торжественных мероприятий. У Лейлы есть возлюбленный по имени Сарп. Мужчина решился на важный шаг, сделав предложение руки и сердца Лейли. Главная героиня была очень счастлива, ведь она уже очень долго ждала этого момента. Только Лейла никак не могла предположить, что самый счастливый день ее жизни превратится в большую личную трагедию. В сериале «Уважение» снялись Ниджат Ишлер, Баран Кузум, Мирай Данер и другие. Главному герою очень часто приходилось сталкиваться с коррупцией и беззаконием. Ему это совсем не нравится, и Эрджумент намерен любыми способами восстановить справедливость. Для этого он будет показывать на собственном примере, что за самыми лучшими чертами для человека является честность и преданность. Для того, чтобы достичь желаемой цели, герой сериала готов даже переступить некоторые границы закона. Мужчина считает, что только с помощью самосуда можно будет доказать определенным личностям, что они совершили непростительные поступки. Наступит момент, когда главный герой начнет жить по всем установленным правилам закона. Только он считает для себя излишним вести сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов. В первом сезоне было показано 8 серий. Ставь в класс и если понравился сериал. Сериал «Стужа» состоит из 10 серий. В ролях Айча Айшин Туран, Альперен Дуймас, Джанер Джин Дару и другие. Фирузе и Аяз – двое молодых людей, несущих ответственность за свои семьи и безумно влюбляются в друг друга. Но по настоянию матери Аязу приходится бросить Фирузе и обручиться с той девушкой, которую она выбрала. Однажды происходит несчастный случай на стройке, где работает отец Фирузе. Его обвиняют в гибели 13 человек. Фирузе старается доказать несправедливость вынесенного обвинения и доказать невиновность отца. На пути к правде Фирузе вновь сталкивается с Аязом, который, как оказывается, и есть владелец той самой строительной компании и имеет отношение к несчастному случаю. Сериал состоит из 10 серий, но был закрыт из-за низких рейтингов. В сериале «Алев» снялись Кенан и Мирзалэ Аглоу, Ахмед Мюмтас Тайлан, Мелисас Юзен и другие. Сериал «Алев» раскроет нам тайны работы незаурядных сыщиков в попытке разгадать секреты череды убийств. Молодой и амбициозный детектив Кемаль и его опытный партнер Ситар занимаются расследованием загадочного серийного убийства в Стамбуле. Жители большого города требуют скорого расследования убийства. Власти города и вышестоящее руководство полиции давит на следователей, чтобы они раскрыли кровавое преступление в кратчайшие сроки. Став свидетелем ужасной трагедии в раннем возрасте, юноша полон жажды мести. Он дает себе клятву найти негодяев и наказать их, но судьба уберегла парня, не позволив погрязнуть в криминале. Бороться с негодяями, не противореча своей совести, он будет законным путем. И преодолев немало трудностей, прежде чем достичь успеха, выпускник университета поступает на службу в элитный отдел полиции. Благодаря своей целеустремленности уровень новичка в качестве детектива стремительно растет. И через короткий период уже профессиональный сыщик, заручившись поддержкой своих коллег, берется за расследование резонансного дела. Окунувшись головой в работу, он неожиданно получает доступ к необходимой для себя информации. Вот то, чего жаждала его душа много лет. В сериале было показано 8 серий. В сериале «Слово чести» снялись Талгахан Саишман, Суде Зюляль Гюлер, Фюлия Дарджан, Араз Айдын и другие. Яман – богатый наследник и владелец обширных земель. Однажды он дал слово, которое не может нарушить. Он отправляется в Берут, чтобы выполнить свое обещание. В Беруте его ждет девушка по имени Исра. Яман привозит ее вместе с ребенком в Турцию. Именно так начинается эта история любви. Сериал закрыли на 4 серии, сделав открытый финал. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть продолжение сериала. В сериале «Новая жизнь» снялись Серкан Чаеглу, Мелиса Аслы Памук, Таянч Айайдын и другие. Все начинается с работы, с которой сталкивается капитан Адем, покинувший спецназ. Двери «Новой жизни» были открыты для маленькой семьи, которую Адем создал вместе со своей женой Невин и их маленькой дочерью Эдже. Все, что ему нужно сделать, это охранять Ясимин, молодую жену Тимура, богатого и влиятельного бизнесмена. После всех опасных операций, которые были в жизни молодого человека, это сущий пустяк. Невин безумно рада, что им наконец-то станет легко жить. С соглашением предложения о работе он и его семья вступают в совершенно другой мир. Адем и Ясимин – люди разных миров и преследующие противоречивые цели, вначале с отвращением подходят друг к другу. Превращение этой ненависти в большую и страстную любовь – настоящий сюрприз для них обоих. Их сближение означает разрушение семьи с одной стороны и гнев жестокого и могущественного человека с другой. Несмотря на все их усилия, Адем и Ясимин не могут убежать от любви. Сериал закрыли после девятой серии. Очень жаль, но в Турции он не зашел из-за низких рейтингов. Какой сериал был лучшим в этом году? Напишите ответ в комментариях. Что ж, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи с новым видео! Субтитры создавал DimaTorzok